Здравствуйте, здравствуйте, друзья, здравствуйте, судьи, здравствуй, sk2tv.ru, здравствуйте, зрители. С вами Ксен, и сейчас мы будем с вами смотреть на ТВЗ Матчап Супернова против Хьюна. Хьюн, синий зерк, 25-летний Ко Сеок Хьюн, появился у нас на 5 часах. И 22-летний Кин Йонг Джин Супернова появился на 11 часах. ГЛХФ пишет Хьюн, что же ему ответят? Нет, пишет Супернова, решил Супернова потроллить своего оппонента. Разведывательный оверлорд, интересно, заберут его или не заберут, будет ли это жертвенной коровой. На пьете стал победы Хьюна. Итак, что у нас здесь происходит? Десятый лимит у нас, сейчас у нас лупится оверлорд и дрон. Куда у нас поехал дрон? Дрон у нас поехал в разведку. Дрон у нас едет в разведку. Здесь у нас строится сапплай. Интересно, будет ли это от СЦ до барака, либо барак до СЦ. Сейчас мы на это посмотрим. Решил сначала Хьюн заехать на Зелнагу, чтобы посмотреть, едет ли к нему эсивишка противника. Не увидев эсивишки, он поехал к противнику к своему в гости. Итак, что у нас здесь происходит? Пока дронится, дронится, дронится и заказывают рабочих оба оппонента. Да, вот едет Супернова ставить СЦ. Хьюн это видит. Хьюн попытается ему помешать. Поставил он здесь небольшое количество вейпоинтов. Но Супернова не отчаивается. Он ставит СЦ на хайграунде. С одной стороны, это даже лучше, потому что если будет ранний пул, которого не будет на самом-то отдельном, откуда же Супернова это знает, так будет гораздо проще дефаться. Хьюн, Хьюн, Хьюн рискует потерять своего рабочего. Все-таки разведку он проведет. Немножко не туда тыкнул, рабочий уехал в сторону. Поднялся, видит он здесь СЦ и бараки. Ничего необычного. Все вполне себе ожидаемо. И похоже, Хьюн спасает своего рабочего. Молодец, провел разведку, запревенсил постройку СЦшки вот здесь. И спас своего рабочего. Отлично. Вот здесь у нас прилетает оверлорд, который будет ли, не будет ли отжат. На это надо будет посмотреть. СЦ достраивается уже совсем скоро. СЦ потом у нас перелетает, само собой, на натурал. И начинает добычу минералов. Возможно, будет небольшой перевод рабочих. Может, 3, может, 4 рабочих будут переведены с мейна. И что же у нас здесь делает Зерк? Так, у Зерка уже готов. Пул уже готова. Газилка, газилка, ребята, заметьте. Газилка, две базы. Что это будет? Муфлингом? Муфлингом вряд ли. Действительно вряд ли. Сразу две орбиталки делают у нас Супернова. В принципе, хорошее, хорошее обдуманное решение. Больше инкам минералов позволит быстрее отстроить армию. Делает сразу две квины у нас Хьюн. Делается Марик и Факторка. Факторка и Роуч Уоррен. Ребята, смотрите на это. Абсолютно в одинаковый тайминг они были заложены. 10, 11. Да, абсолютно одновременно. И что же здесь у нас будет делать Супернова? То есть для Хьюна здесь все понятно. Он будет делать ранний Роуч Пуш с двух баз. Что же... А здесь будут Гиллионы. Как неудачно, как неудачно. Вот он, недостаток. Недостаточность, недостаток разведки, скажем так. Так, попытается у нас Супернова пожечь рабочих синего зерга, своего оппонента. Но, скорее всего, будет встречен... Да, вот уже 6 Роучи. 6 Роучи в заказе. 7 Роучи в заказе. 7 Роучи в заказе у Хьюна. Эти Гиллионы уже, скорее всего, не принесут никакого вреда. Эти Гиллионы либо будут встречены, либо Хьюн на пофиг просто пронесет ему вот эту вот застройку, которая уже делается. Посмотрим, здесь у нас делается бункер. Здесь будет ли, интересно, барак либо 2 сапплая. На это мы сейчас посмотрим. Вот, кстати, да, это будут 2 сапплая. Великолепно. Роучи доделываются. Больше Роучи не заказывают Хьюн. Видимо, сейчас он будет дрониться по инкаму. По инкаму у нас сейчас впереди красный теран. Ну, это за счет двух брошенных мулов. Мулы очень-очень благоприятно влияют на инкам. Да, все-таки дронится у нас здесь синий зерк. Улучшает свою экономику, так сказать. И вот он, вот он пошел пуш, вот он пошел пуш. 2 Гиллиона от Суперновы палят этот выход. И, собственно, а защищаться-то ему здесь нечем. Смотрите на это. 2 Марика в бункере. Они же ничего не смогут сделать. 2 Гиллиона сзади поджигают. Он тоже урон абсолютно никакой. 2 Гиллиона сверху. Забирает, забирает здесь Хьюн рабочих. Не фокусит он барак. Абсолютно все правильно делает. Потерял 11 рабочих. Потерял у нас 12 рабочих. Потерял у нас Супернова. Переводится Мулы. В принципе, зачем? Мог бы просто оставить их здесь. Они все равно скоро пришли бы в негодность. И сейчас уже вместе. Смотрите на это, смотрите. Ах, была убита Тихлава больше. Танков здесь не будет. Здесь противопоставлены 8-9 роучам. Хьюна, 1 танк, 2 Гиллиона. Пара Мариков там была. И СВ-шки. Собственно, 20 СВ-шек. 20-21 СВ был уже убит Хьюном. Да, Супернова здесь терпит. Супернова просто получает. Ну, эти роучи, они само собой будут... Да как так-то? Зачем? Можно же было просто добить. Потерял еще одного рабочего. Здесь у нас Супернова. 2 Гиллиона. Видимо, я пропустил заезд 2 Гиллионов. Нет, рабочих не было убито. Была покоться на Квина. Видимо, эти 2 Гиллиона натолкнулись на Квину. И решили не двигаться дальше. Ну, в принципе, абсолютно все правильно. Потому что здесь уже вышли роучи. Вышли роучи. И они бы этих Гиллионов отконтрили. Тем более, здесь у нас уже есть Крип. Довольно так на большом расстоянии. Вот до этого места, в принципе, Гиллионов бы погнали. Смотрите, попытка заезда. Попытка заезда. Сразу умирает 1 Гиллион. Просто инстантно. Кстати, сколько там? 5 роучей. 5 роучей ваншотают 1 Гиллиона. Здесь у Суперновы осталось всего 3 Гиллиона. На базе у него еще 2. 2 Марика. Делается бункер. Делается танк, кстати. Еще 2 Гиллиона. Зачем он продолжает делать Гиллионов? Он же видел, что там огромное количество роучей. Зачем? Тем более, смотрите. Тем более, да. Супернова видит здесь этих роучей. Среагирует или нет? Да, среагировал здесь. Все-таки потерял. Еще одного Гиллиона Супернова. Здесь попытка отжать Аверсира. Ну, что здесь мог увидеть Аверсир? Он мог здесь увидеть разве что... Ну, собственно, вот это все, что мог увидеть Аверсир. Больше здесь смотреть не на что. Скорее всего, сейчас он будет... Да, сейчас он просто отправляется смотреть на армию противника. Смотрим, наблюдаем. Да, 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 да. Абсолютно верно. Смотрит, видит у нас здесь Хьюн. 1 танк, 4 Гиллиона. 5 Гиллионов видит... 2 танка, 6 Гиллионов, 4 Марька здесь видит у нас Хьюн. Абсолютнейшая разведка, абсолютно грамотная. Вот здесь у нас Хьюн просто увидел все, что можно. И теперь он в себе уверен. Теперь он просто пушит. Сейчас здесь уже нет Сивиша, которые могли бы вычинить бункер. Гиллионы ставятся на холд. Гиллионы ставятся на холд для того, чтобы не дать роучей пройти. А у роучей уже есть закопка. Все. Но для Суперновы эта игра абсолютно 100% проиграна. Забирается танк. Роучи закапываются. Просвечивать, собственно, нечем. Просветок нет. GG пишет Супернову. Да. Тесл Хьюн у нас победил. Ну что, спасибо за просмотр. Всем пока. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok